Привет всем! Вы находитесь на канале вязания, канал называется Емеля Нити, меня зовут Юля. Сегодня я расскажу вам, как связать вот такой хлопковый джемпер, который сейчас на мне надет. Я чуть позже покажу его в полный рост, не могу показать полностью, поприветствовать, чтобы у вас, чтобы было видно меня и видно джемпер. Джемпер связан с хлопкой, лицевой гладью, но есть вот такие полосы по всему и по телу тоже он связан полосами. Я очень давно собиралась, намеревалась связать себе джемпер, много говорила на своем канале об этом. И, наконец, я связала себе, связала детский немного ранее и сейчас у меня на спицах махеровый. Вот такое небольшое отступление, сегодняшнее видео полностью посвящено этому джемперу. Я расскажу, как его связать, это будет такой экспресс-мастер-класс. Я не буду рассказывать технические моменты, как провязывать петли, но я расскажу все свои расчеты, по каким я использовала, чтобы связать это изделие, чтобы вы смогли применить их для себя и связать себе такой же. Поэтому вставайте, сейчас все узнаете, покажу вам джемпер и все-все расскажу. Я опустила камеру, вот так выглядит джемпер, вот его рукава, верхняя часть связана белым цветом, это молочный цвет, не кипельный. Полосатая часть на туловище связана непосредственно от подмышки. Как только мы разъединяем перед спинку с рукавами, полосы на локте начинаются примерно от локтя, я сказала, полосы на рукаве. Резинки связаны двухцветные. Если здесь у нас полосы один, два, три, четырехцветные получаются, то резинка двухцветная, она перекликается с обрамлением, да, с оформлением горловины наверху. Сейчас я повернусь спиной. Вот такой. Сочетала горловину с нижней частью, хотела его сделать моноблоком, цветами, чтобы перед был полосатый. Спинку я хотела выделить зеленым, как-то так. Рукава чисто белые. Аккуратно это у меня не очень получилось. Не хотела я, во-первых, чтобы еще и вязание не доставляло какого-то удовольствия, сплошные мучения. Поэтому я нашла вот такой компромисс. Та часть, которая находится в линии реглана, она связана одним цветом. Резинка пестрая у нас. Нижняя часть связана в круговую. И на рукавах. На рукавах мы меняем цвет и сужаем рукава к низу. Это единственная сложность, которая возникает при вязании в сочетании нескольких цветов и изменении ширины детали. Все. Поэтому по регланам моноцвет. Все очень удобно, комфортно. Вот. Все. Сейчас технически расскажу, как я вязала, сколько мотков истрачено. И какие расчеты я производила. Вот так выглядит мое описание. Пожалуйста, не пугайтесь количества цифр. Мы каждую строчку пройдем. Чтобы не смущали вас лишние цифры, я вот так закрою листом. И по мере объяснения буду открывать следующую строчку. И вам будет все понятно. И ненужной информации не будет смущать определенный момент времени. Давайте начнем с пряжи. Пряжу я использовала хлопок Сиан Гавайи. В 50 граммах 125 метров. Достаточно стандартная толщина. Я использовала белый. Цвет зеленый, розовый и такой кофейный очень красивый. Возле каждой строки указан номер цвета. Белый молочный 0,2-0,3. Зеленый 0,5-0,3. Розовый 0,1-52. И кофейный 38-61. 7 штук белого, 2 зеленого, 1 розовый и 1 кофейный. Размер у меня 42-44. На ваш размер вам нужно будет изменить количество белого наверняка. Ну, зеленого может быть столько и останется. Но нужно смотреть, смотря какой у вас размер. Что касается плотности, обычно я вяжу образцы примерно 25-22 петли на столько же рядов. Поэтому получается вот такие у меня пропорции 9 см 4,6. Но это не мешает вычислить вашу плотность. Поэтому берете 19 петель, ну, как у меня, ваше количество будет на сантиметры делите или на ряды. И получаете плотность по петлям и по рядам. Обязательно перед измерением постирайте ваш образец, как бы вы стирали ваше изделие. Это очень важно. И высушите его на горизонтальной поверхности. Далее мы будем узнавать наш объем, объем нашего изделия. Что касается обхвата горловины. Я вязала на обхват горловины 73. У меня есть купленный джемпер. Он достаточно спортивной посадки. Очень похож на эту посадку. То есть у него прямое тело, сужающиеся рукава. И я по нему измеряла и вязала. Но, связав резинку, которая у меня здесь стягивает, естественно, горловину. А горловина у меня получилась меньше. То есть с моего джемпера, который купленный, обхват горловины 73. Связав резинку в начале изделия, моя горловина в итоге сузилась до 57. Но, когда я надеваю джемпер, он растягивается по плечам. И принимает как раз ту форму, которая необходима, как на том джемпере, который я купила. Там, потому что резинки нет, там просто какая-то такая плотная бейка круговая. Итак, обхват горловины у нас окружность 73. Вычисляем количество петель, которые мы должны набрать. Мы знаем плотность нашего плотна. Мы его измерили. 3,1 петли в одном сантиметре. И обхват горловины мы умножаем на 2,1. На нашу плотность. Получаем 152 петли в окружности горловины. Далее мы берем обхват по груди. Я также брала со своего джемпера, с которого снимала все мерки и переносила на мой вязаный. У него был обхват окружность 92. Это размер 42-44, повторюсь. Берем этот размер 92 и также умножаем на 2,1 петли в сантиметре. Получаем в окружности по туловище у нас должно получиться 193 петли. Это перед и спинка. И 33 сантиметра это окружность рукава, также из-за моего джемпера. Если у вас есть какой-то ваш любимый джемпер, вы можете его также измерить и связать аналогичный. И посадка будет у вас похожей. Я старалась, чтобы объем рукава был не очень большим, но обхват тела по объему, чтобы туловище было такой достаточно средний полуспорт. Не хотела облегающий, но рукава, чтобы сидели достаточно сужено. 33 сантиметра обхват рукава. Мы также умножаем на плотность на петли. Получаем 69 петель у нас в окружности одного рукава. Теперь мы суммируем все полученные цифры. У нас есть несколько петель. Что такое есть 10 поворотов ростка? Вот окружность нашей горловины, регланные линии. Мы берем, это спинка, это рукав, регланную линию между пересечением спинки и рукава. И начинаем вязать росток от нее в сторону другого рукава. И где-то в точке близкой к реглану у нас будет остановка, разворот и вязание в обратную сторону. И довяжем до следующей регланной линии, с другой стороны, то есть до поворота. И вот это место, когда мы будем разворачиваться и вязать в обратную сторону, это и есть поворот. То есть с каждой стороны, вот осевая часть, осевая линия нашей горловины, нашего изделия. Два рукава перед. То есть 10 поворотов, это 10 разворотов здесь и 10 разворотов здесь. 10 поворотов, которые мы должны распределить по рукавам и по переду, чтобы получить росток в 7 сантиметров. В сумме мы же разворачиваемся только с одной стороны. Но когда мы провязываем один поворот, мы получаем два ряда в одну сторону, раз, в другую сторону два, но поворот один. Это и есть наши повороты. И так далее мы будем вязать вот таким манером. 10 поворотов. Эти 10 поворотов мы распределим на рукаве и по переду. Далее. 10 сантиметров наша величина, это высота от низа горловины под резинкой до подмышечной впадины, там где у нас тоже разделяются рукава и грудь. Обыкновенно, если вы измеряете, например, снимаете измерения с себя, со своего тела, то от подмышки вы опускаетесь на пару-тройку сантиметров. Ну, лучше 3, потому что изделие свободное, чтобы оно вам не мешало в подмышке и к тому же летом это гораздо комфортнее. 10 сантиметров мы также умонажаем на плотность рядов. На 2,8 получаем 28 рядов. То есть, после ростка мы должны будем еще связать 28 рядов перед тем, как разделить наши детали рукава и грудь. Что касается подрезов, которые набираются в подмышечных впадинах, на деталях переда, спинки и рукавов, вот наши регланные линии, между ними подрез. Вот он занимает 7 петель. Вот здесь 7 петель. Эти 7 петель набираются после того, как вы провяжете все в окружности и будете разделять ваши детали. Сейчас нам нужно выяснить, сколько же петель вам необходимо связать до подреза во время регланных линий, чтобы у вас получился именно такой объем, как необходим. Мы получили 331 петлю вот в этой окружности вместе с передом, спинкой и рукавами. И нужно отнять от этого количества 7 петель подреза. Потому что если мы их добавим к этому числу, то наше изделие будет еще более крупное. Нам нужно отнять 7 петель подреза из одной подмышечной впадины и из другой. Их 2, то есть 7 умножить на 2. 331 минус 7 умножить на 2. 317 петель. Далее, в то время, когда вы будете вязать подрез рукава, справа и слева от подреза рукава, необходимо будет еще набрать по паре петель, чтобы не получились отверстия, дырочки на уровне регланных линий. Эти дырочки обыкновенно по 2 петли. Эти дырочки закрываются двумя-тремя петлями. Я очень хотела уложиться в 2 петли и мне это удалось. Потом я слегка подшила вот это место. То есть для рукава мы набираем 7 петель и потом довязываем еще по 2 петли справа и слева от подреза рукава, чтобы заглушить эти дырочки. То есть 2 петли с одной стороны, 2 петли с другой стороны. На одном рукаве 4 петли. 2 рукава. Всего таких петель 8. 317 минус 8. 309 петель. Это количество петель перед разделением деталей. То есть нам нужно при помощи ростка и регланных линий выполнить 309 петель в окружности рукавов, переда и спинки. Теперь распределяем петли окружности горловины. Мы помним, что у нас обхват горловины 73, ему соответствует 152 петли. Я уже открываю эту схему. Это наша горловина. Распределяем петли. 152 петли у нас в окружности горловины. Одна регланная линия занимает 4 петли. Здесь у меня регланной линии 2 лицевые и по одной изнаночной петле справа и слева. После изнаночных петель я делаю прибавки петелек. 4 петли, одна регланная линия. Таких регланных линий у нас 4. В сумме 16. 152 минус 16. 136 петель. Мы должны распределить на рукава, спинку и перед. 136, эту величину стандартно делят на 3, то есть количество петель без регланных линий. Получаем число 45, 45 и 46. Я намеренно разделила вот так, не одинаково. Одно число у меня четное, потому что 1 третью количество петель я распределю между двумя рукавами. 46 делить на 2 рукава, 23 петли, 23 петли и по 45 петель на спинку и на перед. Вот они карандашом указаны, но это не окончательное количество петель для переда и для спинки. Далее, вот я поделила на рукава прибавки, которые у нас будут выполняться в ростке по рукавам и по переду. Вот эти прибавки. Сейчас все популярно объясню. Мы выяснили, что нам необходимо выполнить 10 разворотов, чтобы добиться ростка в 7 сантиметров. Вот эти развороты, как мы смотрели на схеме. 10 разворотов я распределю между рукавами и передом. И большую часть разворотов я оставлю на рукавах. 1 разворот, 2, 3, 4, 5, 6 и еще 4 разворота на передней части. Что касается рукавов и разворотов. На рукавах количество петель я делю примерно на 3. И 1 третью часть оставляю большую, которая ближе к переду. 2 третьих оставляю ближе к спинке и на них делаю повороты. И обязательно количество петель, которые ближе к регланной линии возле спинки. Расстояние между поворотом и регланной линией должно быть маленькое. Вот 1, максимум 2 петли. Я оставила 1 петлю. В следующем развороте у меня 2 петли. Потом 2 петли. Потом 3, 3 и 4. Таким образом у вас будет очень плавный набор окружности. Вот так выглядят эти развороты. Вот это 8 петель. И здесь 15 петель. То есть я разворачиваюсь через 1, 2, 2, 3, 4 петли. Далее я оставляю прямой участок по переду горловины. И боковые части отдаю под развороты для ростка. Итак, мы разделили количество поворотов, 6 из них на рукаве, 4 по переду. Связав повороты по рукавам, мы провязываем до конца через весь рукав. И делаем уже первый разворот по переду. Здесь также распределяем петли по чуть-чуть. Самую широкую часть оставляем ровную по переду. 19 петель, это количество равно 45 в сумме, 16, 19 и 16. 16 петель распределяем как 2, 3, 4 и 7 петель. И ровную часть оставляем впереди. Когда вы выполняете повороты по рукавам справа и слева, то вы параллельно выполняете одновременно с этим прибавки по регланным линиям. Так как у вас разворотов 6 на рукаве, то и прибавок у регланной линии будет 6. И здесь 6, по спинке 6, и с другого рукава тоже 6. Проходя, провязывая росток наперед, вы провязываете регланную линию и выполняете в ней прибавку. Разворотов у вас 4, прибавок тоже будет 4. И выполняя вот эти возвратные повороты, вы провязываете дальние регланные линии. И здесь количество прибавок у вас тоже по регланным линиям увеличивается. К 6 прибавляем 4 прибавки. Это все мы ведем расчет. У вас так будет течь вязание, технически исполняться. Но сейчас нам нужно понять, как распределить прибавки по регланным линиям. Так вот, зная количество прибавок, которые у вас появятся при провязании ростка, у нас 1, 2, 3, 4 регланных линий, с каждой стороны с которых 4 и 6 прибавок. Это 10. И регланные линии, у которых прибавки 4. 4 прибавки 6 плюс 4, и 4 прибавки по 4 петли. Суммируем 40 и 16. Получается, во время вязания ростка вы прибавите у регланных линий 56 петель. Окружность наша 152 петли. Добавляем 56 петель, количество прибавок во время ростка. Получаем 208 петель. Количество петель перед распределением деталей, 309, мы отнимаем 208, получаем 101 петлю. Именно 101 петлю нужно прибавить после ростка в регланных линиях, в 4 регланных линиях. Помним, что у нас в одном ряду 4 регланные линии, с каждой стороны из которых мы делаем прибавки. То есть, 1 регланная линия это 2 прибавки. 4 регланные линии 8 прибавок. В одном ряду вы выполняете 8 прибавок. 101 петлю нужно прибавить. Делим их на количество прибавок в одном ряду. Получаем 12,6. Это не ровное количество петель. Это количество раз, сколько вы должны прибавить. Я округлила до 104. Эта цифра делится на 8. Получаем 13 рядов прибавок. Но мы помним, что вот эти 10 сантиметров равны 28 рядов. Мы это все вычисляли. То есть, нам нужно провязать 28 рядов. Я их прописываю вот так каждый рядок. 28 рядов. В этих 28 рядах нам нужно выполнить 13 рядов прибавок. Выполняя прибавку через 1 ряд, мы выполним слишком много прибавок, поэтому я начну прибавки выполнять вначале через 1 ряд, потом через 2 ряда, а потом снова закончу через 1 ряд прибавок. И выполню все свои 13 прибавок, которые дадут мне 101 петлю. Примерив после этого джемпер, я поняла, что мне не хватает высоты, что пройма высоковато, я просто провязала еще 3 ряда и получила необходимую мне высоту. То есть, я сделала джемпер чуть-чуть пониже запланированного. Это первая часть вязания перед распределением. Вот так смотрятся регланные линии, которые я сейчас объясняла. Здесь количество прибавок через 1 ряд, потом через 2 ряда и снова через 1 ряд и несколько прямых рядов. Если вам затруднительно делать вычисления, подберите вашу плотность под мою и свяжите такой же размер. Но учтите, что это размер, 42, 44. После того, как вы продвяжете нужное количество вам петель, вам необходимо разделить ваше вязание на рукава перед и спинку. Повторюсь, что по боковым швам это ровно середина, перед и спинка у меня одинаковые по ширине. боковой шов имитирует изнаночные петли. С изнаночной стороны это выглядит вот так. Это просто лицевая петля. С лица она изнаночная. Расположена четко по центру. Вяжете необходимую вам длину джемпера. Внизу провязывайте резинку. Резинка у меня шириной 5 см. Два последних ряда перед закрытием петель провязаны белой нитью. Намерена, чтобы выделить вот эту кромку. Если вы провяжете один ряд, она будет слишком тонкая и не такая выразительная. Чередование полос я объясняла ранее. Можете посмотреть по ссылке. Это у меня хвостики от ниточек. с лица их незаметно. Я специально оставила на большие, чтобы они у меня не провалились на лицевую сторону и не выглядывали из-под нижнего края джемпера. Возвращаемся к расчетам рукава. Разделив количество петель на перед, спинку и рукава, я объясню, как мы вяжем рукав и как вычислить сужение вашего рукава. Расчетным методом я вычислила, что мне нужно связать 50 см рукава, но так как деталь уже, чем перед и спинка, вяжется она в начале Magic Loop, если у вас узкие спицы, то на узких спицах у меня вязание получилось плотнее, чем на туловище, соответственно, у меня длина рукава подсела, то есть существенно после ВТО до 45 см, но меня это нисколько не смутило, потому что у меня был небольшой напуск на рукаве и сейчас он просто сидит по руке, в дальнейшем в носке, я думаю, что он слегка растянется и все будет отлично, хотя сейчас мне уже все устраивает. Итак, мы знаем нашу длину рукава 50 см, ширину резинки 5 см, ширину по самой широкой части рукава и по нижней части рукава у меня это 12 см ширина, обхват, окружность 24 см. Окружность нашего рукава после подреза 72 петли. Сейчас я вам покажу, как он у нас получилось, чтобы вы не запутались. У горловины наш рукав занимал 23 петли. Во время ростка у линии реглана мы добавили 6-4 петли и еще 4 петли. Мы помним, это вычисление мы делали. Получается, 23 петли мы добавили 6-4-4, получилось 37 петель. Далее, по следованию нашей линии реглана мы еще раз добавили 13 петель, так как у нас две регланной линии, то у нас два раза прибавилось 13 петель. Вот эти 13 петель. В сумме получилось 63 петли после всех прибавок перед разделением. Но мы еще набрали 7 петель ростка и 2 петли справа и слева от подреза. В сумме получается 72 петли. Итак, у нас 72 петли, окружность рукава после его разделения, окружность по нижней части 24 см, 24 см умножаем на плотность, получаем 50,4 петли. Я округляю до четного числа и смеси двух петель отнимаю это по верхней части, отнимаю 50 петель по нижней части и узнаю число петель, которые нужно сократить, провязывая весь рукав, 22 петли количество убавок, но в одном ряду я делаю 2 убавки справа и слева от изнаночной петли, это изнаночного ряда. Я все так же вела расчет от своей изначальной величины 50 см, отняв 5 см, получила 45 см до резинки, умножаю на количество рядов, 126 рядов у меня находится от подмышечной впадины до начала резинки, делю я на количество рядов, сколько у меня нужно выполнить убавок и получаю примерно число 11, здесь 11,5 теперь делаем обратное вычисление 11 на 11, 121 ряд, то есть мне нужно 11 раз сократить петли в каждом ряду будет по 2 петли и раппорт сокращений равен 11 рядов, то есть я провязываю 10 рядов прямо 1 ряд сокращений 2 петли, 10 рядов прямо 1 ряд сокращений 2 петли и таких раппортов сокращений у меня 11, то есть я узнала количество раз сколько мне нужно сократить и поделив на общую длину рядов я получила количество раппортов таких сокращений далее если он не хватает до резинки тоже пару петель пару рядов точнее провяжите мне тоже здесь не хватило некоторое количество и я довязла это как раз ввиду того что я здесь повысила плотность и так вязала если вы не хотите повышать плотность то вы можете выбрать спицы для рукавов на пол размера или размер больше это можно смотреть уже в процессе вот такие расчеты в принципе они завершены если вам подходит такой размер как у меня пользуйтесь теми же цифрами только обязательно подберите плотность под мою плотность можно подобрать используя разную толщину спиц например если моя плотность 19 петель в 9 сантиметрах а у вас получилось 22 петли в 9 сантиметрах значит вам нужно взять спицы на пол размера на размер больше и еще раз связать образец и снова его измерить и использовать те спицы которые вам дали плотность похожую с моей иначе если вы свяжете другой плотности у вас совершенно не получится идентичное изделие вот с этими размерами либо берите вашу плотность и ваши размеры когда вы рассчитываете ширину вашего рукава имейте ввиду измеряем вот так ширину вы измеряете ее линейно вот у меня 12 с половиной сантиметров но полотно у нас отнюдь не тонкое это не тонкий шелк не тонкий хлопок это вязаное изделие из достаточно ну таких плотных ниток оно имеет толщину это полотно когда вы складываете поэтому когда вы меряете ширину вот вернемся 12 с половиной сантиметров окружность казалось бы 12 с половиной умножить на 2 25 к этому размеру добавить еще ну при такой толщине где-то 1 сантиметр потому что ваше изделие сложено если вы его измерите в окружности правильно оно у вас будет не 25 оно будет давать большую окружность мы изделие сложили часть ширины и окружности изделия потеряли поэтому измеряя ширину умножайте на 2 и добавляйте еще полсантиметра сантиметра в зависимости от толщины вашего полотна расчеты я объяснила теперь хочу показать некоторые технические моменты которые связаны с вязанием что касается смены цвета и заправления кончиков вот так происходит смена цвета там где вы меняете цвет и вам необходимо уже обрезать кончик нити который у вас дальше не используется например здесь розовый я заправляю этот хвостик по той же косичке которая идет в ряду и обязательно оставляю хвост видите он у меня не выходит за пределы горловины но в то же время достаточно длинный чтобы не выскочит на лицевую сторону это очень важно и цвет в цвет заправляйте соответственно ряду розовый в розовый коричневый в коричневый вот так белый хвостик что касается белого цвета сейчас я его найду здесь я старалась менять цвет в регланной линии и заправлять хвостики в регланных линиях потому что заправляя хвостики в лицевом полотне в лицевой глади как бы вы аккуратно не старались неизбежно у вас будет выше плотность в вашем ряду чем ежели вы спрячете в регланную линию здесь она совершенно не видна никто никогда не догадается что здесь у вас произошла смена цвета неизбежно я уже рассказывала что боковой шов провязан изнаночной петлей вот здесь идет смена цветов я объясняю как менять цвета в одном из видео я ссылку поставила при вязании вашего изделия оно получается достаточно тяжелым хлопок плотный толстый и наша горловина ничем не уплотнена поэтому она неизбежно у вас растянется в носке и может даже спадать чтобы этого избежать я связала все постирала все на мне сел джемпер теперь я взяла и провязала вот эту часть там где резинка стыкуется с лицевым изнаночным полотном я провязала тамбурным швом тамбурным швом я провязала рукава спинку два рукава и спинку перед трогать не стала провязывала их вот в этот зеленый крайний ряд моей резинки обязательно подхватывайте крючком каждую петельку вяжите достаточно плотно на ту ширину ряда которую вам необходимо сохранить вот например у меня спинка я растягиваю тамбурный шов вот такое у него натяжение по переду у меня нет тамбурного шва здесь тянется ну просто бесконечно я не буду сильно растягивать но плотность тамбурный швом гораздо выше и выполнив его подхватываем просто нижнюю часть последнего ряда резинки он не прочитывается с лица все получается очень аккуратно вот такие детали такие нюансы при вязании изделия что касается полосок которые начиняются по переду спинки и на рукавах я намеренно выполнила разную ширину разное расстояние кстати вот здесь от подмышки до начала полосок 16,5 сантиметров начинаются они с локтя если вы будете выполнять вот так шов-шов имейте ввиду что вам зрительно вот эта линия расширит линию плеч и будет массивность потому что будет слишком много горизонтальных линий у вас уже присутствует горизонтальная линия в горловине которая достаточно широкая и присутствует горизонтальная линия ну помимо того что на форнаменте присутствует в полосках вот по этой части по груди если вы продлите дальше тем более на крупных руках это будет выглядеть неэстетично не делайте так сместите полосы сбейте эту линию сместите их вниз вы можете выполнить их еще покороче но в принципе с локтя когда вы начинаете полоску это смотрится достаточно красиво эстетично резинка у меня связана двумя цветами то есть полотно чередуется рядности низкого теперь как мы чередуем цвет белое полотно вот так я вяжу сверху вниз да реглан горловины первый цвет который я провязываю зеленый и белый и зеленый у меня являются основными в этом узоре они чередуются с розовым и коричневым то есть после белого вяжется зеленый снова белый розовый белый зеленый белый коричневый белый зеленый ну так далее вы видите то есть вы чередуете белый зеленый ряды и uld your часть uity между ними то розовый то коричневый то розовый то коричневый вы можете выбрать конечно же свое сочетание цветов красиво сочетать голубой синий охристый например можно взять даже зеленый с более темно зеленым и с каким-то ну может быть тоже охристым там конечно нужно смотреть не берите очень яркие по тональности цвета потому что некоторые полосы если вы возьмете слишком яркие слишком темные в сочетании с пастельными тонами они будут сильно выбиваться и такой как бы монотонности и размеренности рисунка у вас уже не получится обратите внимание что коричневый и розовый у меня находится как бы в одном спектре то есть коричневый это затемненный красный то есть добавив к красному оттенки мы получаем коричневым разбелив красный мы получим розовый но условно розовый он здесь конечно такой лососевый и кофейный цвет то есть эти два цвета они находятся в одном спектре в одной границе зеленый данном случае он работает с ними на контраст освежает нам белый цвет подчеркивает яркость и свежесть розового и дополнительно розовый оттеняет зеленый то есть тут нужно еще конечно поиграть с цветами и в данном случае это один из но один из важных шагов правильно подобрать свет я надеюсь все было понятно в моем объяснении если у вас возникли вопросы обязательно пишите в комментариях я на все отвечу я старалась разъяснить подробно но в то же время ну достаточно просто но ввиду того что в любом случае мы подбираем ширину мы не набираем просто через один через одну петлю как какие-то там какое-то количество петель мы вычисляем наши объемы поэтому невозможно на двух цифрах связать джемпер который сядет на вас если вам интересно связать совместно такой джемпер тоже пишите в комментариях мы организуем свяжем вместе для вас уникальный ваш джемпер наберется группа и мы будем вязать очень важно здесь подобрать цвета учесть какие-то детали мы все это сделаем совместном вязании я расскажу как закрывать петли как правильно разворачивать петли при вязании реглана как закрывать кромочные и разные нюансы при вязании подрезов и каких-либо деталей которые здесь просто в рамках экспресс мастер-класса не укладываются спасибо большое за просмотр оставайтесь со мной на моем канале подписывайтесь ставьте уведомления чтобы не пропустить новые видео а я как всегда желаю вам удачных проектов и до новых встреч пока пока